Как его можете вывернуть? Главный ключ – это что вы эмоционально отпустите его. Повещайте свою уверенность в себе. Вы должны быть огонь. Запомните, самый главный ключ к сердцу мужчины – это добрый, ласковый язык. Женщины, вы такие замечательные. Жизнь, по большому счету, это испытание. Странный мир. Мы часто ссоримся с женой из-за того, что я рассказываю ей о своей работе. Но, дорогой мой, не рассказывай ей. Когда я предлагаю своим знакомым, друзьям ваши книги и видео уроки, они сомневаются. Как мне им помочь, чтобы они начали заниматься саморазвитием? Самый лучший способ – станьте примером. Обязательный ли брачный контракт? Такой необычный вопрос. Впервые мне про брачный контракт задавали вопрос. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели, уважаемые наши читатели, зрители. Спасибо, что смотрите нашу рубрику. Пожалуйста, если вам нравится нашу рубрику, ставьте лайк. Рекомендую своим друзьям, знакомым. Пожалуйста, будьте щедрыми в лайке, комментарии, пишите свой опыт, поделитесь своим опытом и так далее. Под каждой рубрикой есть почта наша, куда можно задавать вопросы. Свои вопросы напишите именно в эту почту. Старайтесь правильно задавать вопросы, коротко, ясно и точно. Чем точно вы задаете вопрос, тем точный ответ получите, дорогие мои. Пожалуйста, комментарии, пишите свое мнение, свой опыт. Пожалуйста, поделитесь, что вы поняли, в чем это вам помогло и так далее. Каждая рубрика. Дорогие мои, хочу ответить на несколько вопросов, которые к нам пришли по тайной взаимоотношения. Дорогие мои, есть в семье отношения очень много боли, больше, чем здоровье. Но дело в том, что большинство людей думают, что его собственные мысли являются самыми правильными. Проблема людей именно в этом заключается, что они думают, что они всегда правы, или, по крайней мере, больше часто они правы, больше сейчас времени и так далее. Поэтому в семье жизни создаётся очень-очень много разногласий и притирки. И хотя никто изначально не выходит замуж с мечтой о том, что свадьба или там семья для меня станет депрессией, источником депрессии, источником страданий. Никто не женится с такой целью, что будут развестись и так далее. Но, к сожалению, много людей разводятся и очень много людей расстаются. И самая большая проблема людей, они не умеют наладить отношения. Поверьте, это самая большая проблема. Хочу ответить на несколько вопросов, которые пришли к нам по рубрике «Тайна взаимоотношений». «Здравствуйте, уважаемый наставник, мне 36 лет, двое детей, муж оставил нас после 8 лет брака. Уже четвёртый год мы живём отдельно, оставил из-за другой женщины. Я узнал, что в другом городе есть другая, но всё это время я пытаюсь его вернуть, так как никто другой не заменит детям отца. Он каждый день на связи с нами. Но жить со мной не хочет. Говорит, что ему стидно смотреть мне в глаза после всего. Но с другой тоже не живёт. Всё это время я надеюсь её вернуть. Но у меня не получается. Знаю, что не смогу выйти замуж на другого. Не хочу мучить детей, особенно дочку. Она сильно привязана к отцу. Хоть у меня есть на него обида, я хочу, чтобы у детей были оба родителя рядом. И чтобы у них была полноценная счастливая семья. Скажите, как мне поступить? Оставить его или бороться за семью? Если да, то как это правильно сделать? Заранее спасибо. Дорогая моя, спасибо вам за ваше доверие, за вопросы, которые вы задаёте очень точно и ясно. Большое спасибо за ваше доверие к нам. Дорогая моя, смотрите, если он не живёт с ней, это первый показатель, что он ещё не определился. Второе, если он каждый день с вами общается, с детьми общается и так далее, он любит ваших детей, он любит вашу семью. Но действительно, иногда у мужчины бывает такое, что он посредине остается между двумя огнями и так далее. Это такое состояние бывает. У вас шанса, чтобы он возвращался к вам больше, чем что он не возвращается. Почему? Потому что если он, скажем, не захотел бы с вами вернуться, он уже жил бы с другой женщиной. Он уже, скажем, и не общался бы с вами и так далее, и так далее. Но как его можете вывернуть, главный ключ это, что вы эмоционально отпустите его. Сила действия равно противодействию. Чем вы тащите человека к себе, тем от вас убегает. Чем вы будете сильнее привязываться к нему, чем он стараться будет от вас убегать. Хотя у вас есть обида, отпустите эмоционально. Повещайте свою уверенность в себе. Вы должны быть огонь. Девушка или женщина сама по себе, это как свеча. А мужчина это как металек, который вокруг него постоянно летит. Понимаете? Вам надо, чтобы у вас был это огонь. У вас должно быть уверенности в себе. Поднимите в себе уверенности. У вас прекрасные дети, вы прекрасная женщина. Снова разбудите в себе вот это чувство собственного достоинства. Когда вы поднимаете в себе уверенность, и вы начнете эмоционально отпустить его, я вам гарантию дам, что он возвращается. Я это рассказываю, исходя из опыта реальных, которые я вижу. У вас глаза должны гореть, как женщина. Когда в вашем окружении, в вашем атмосфере становится весело, интересно, тепло, он возвращается. Обязательно возвращается. Станьте хорошей мамой, станьте хорошей женой, и работайте над собой, возвращайте в свой исток. Поднимите в себе уверенность. Уверенность женщины от чего зависит? Ухаживайте над собой. Уверенность женщины зависит от того, насколько она, можно сказать, больше накапливает счастливые минуты своей жизни. Попробуйте. Несколько тренировок используйте. Первый. Возьмите тетрадь, пишите счастливые минуты своей жизни. Хотя бы сто таких случаев найдите. Когда в тренинге я руководил людям, рекомендую писать, у большинства людей, знаете, им так тяжело найти счастливые минуты своей жизни. Им так трудно. Но если им пишут, что трудные минуты своей жизни, пишите, а они быстро записывают. Потому что их мозг фокусировался на все трудности. Попробуйте, видели так. Это первое, что помогает вам развивать в себе уверенность. Второе, распишите несколько пунктов, за что вы себя любите. И следующая вещь, начните благодарность. Используйте благодарность. Всю оставшую жизнь, используйте благодарность. Благодарность Богу, благодарность мужу, благодарность детям и так далее. Запомните, сами главные ключики сердца мужчины, это добрый, ласковый язык. Благодарность. Просто начните это делать, и вы убедитесь, как это работает. Начните с этого. Аллах даст, и вы увидите, что ваш муж возвращается, у вас будет прекрасная, счастливая семья. Но когда он возвращается, у вас начнется обратно изнутри, заново начнется у вас обиди и так далее. Будьте осторожными. Поэтому простите искренне. Хорошо? Это очень-очень важно. Дорогие друзья, знаете, чему я удивляюсь в жизни? Женщины, вы такие замечательные. Я иногда встречаю, что некоторые женщины, чтобы удержать своего мужа, они только что не делают. Иногда некоторые женщины вообще не сенят достойного мужа. Достойного мужа, который рядом с ним, не сенит, а некоторые, сбывая детей, изменяют мужа. Странный мир. Наверное, со всеми его вот это все, боли и так далее, испытаниями и так далее. Поэтому мы начнем сценить счастье. Жизнь, по большому счету, это испытание. Это выбор. Выбор. Вы, что вы выбираете, то и будет больше вашей жизни. Ваша жизнь, это ваш выбор. Быть счастливым или нет, это ваш выбор. Это правда. Аналим, здравствуйте, Санур Ажабович. Мы часто ссоримся с женой из-за того, что я рассказываю ей о своей работе. Как вы думаете, правильно ли вмешивать жену в работу или вообще не вмешивать? Но, дорогой мой, не рассказывай ей. Если вы чувствуете, что она начнет придраться, она начнет потом упрекать вас, она начнет потом вас оскорблять или начнет вам постоянно об этом говорить, вот видишь, ты это неправильно делал, вот видишь, так это ничего и так далее. Но лучше не рассказывайте ей, а работа рассказывайте только тому, кто вам поможет, а работа рассказывает только тому, кто вам дает правильные советы. Если вы общение, рассказы, работа с вашей женой создает некий спор, разногласия, зачем вам это делать. Не рассказывайте об этом. Дома рассказывайте тогда с ней, рассказывайте о чем-то, то, что ей интересно. Читайте книги, которые, поделитесь с ней, о какой книге вы прочитали, что это вам помогло и так далее, что хорошего было сегодня в вашей жизни и так далее. Рассказывайте о тех моментах, которые совместно вы провели хорошо и так далее. То одним словом, только введите разговор о тех темах, которые укрепляют вам доверие друг к другу и симпатия друг к другу. Пара недель назад утром я проснулся, у работы было очень много проблем и так далее. Я там созванивался, интернет проверил, почту и так далее, расстроился. И в какой-то момент я заметил, что лично по себе заметил, что хочу накричать на жену, потому что она что-то не то делала или вовремя не сделала. А я себе поймал в этом, что у меня желание просто кричать на жену, зачем ты это делаешь и так далее. Но я прикусил свой язык, остановил себя и сказал себе, что ты сейчас в дальний момент выбираешь? Выбираешь ссориться с женой или ты выбираешь с ней хорошо провести время? А я сам себе выбираю с ней лучше хорошо провести время. Вы знаете, каждое утро я это делаю, каждый вечер. Что я выбираю? Вот это минута. Что я выбираю? Что важнее? Вот это минута. Сейчас что я выбираю? Ссориться? Или супер настроением провести время общения и так далее. И знаете, некоторые даже ее недостатки или не то, что не то делать или не то вопрос задают, это все резко потереть смыслом. Потому что я выбираю счастье. Счастье это капелька, капелька, капелька вода накапливается, накапливается и превращается в счастье. Похоже на этого. Понимаете, боль, обиди тоже накапливаются, накапливаются, приведет к разногласиям, разводе и так далее. Многие люди не за один день разводились, у них накопилось просто. Поэтому будь ты заинтересован накопить ощущение чувства счастья и вы счастья добьетесь. Здравствуй, Саймурад Авлатов, вы мудрейший человек на земле. Ой, спасибо за такую высокую оценку. Но так много мне еще надо учиться, дорогой мой. Вы как Аркадий из Вавилона. О, спасибо. У вас очень похожая история, по моему мнению. Меня зовут Арслан, я из Туркменистана. Я студент 5-го курса стоматолог, учусь в России. Вы меня не знаете сейчас, а я ваш будущий ученик. Ну, иншаллах, иншаллах, дорогой. У меня два вопроса. Первый такой, когда я прилагаю своим знакомым, друзьям ваши книги и видеоуроки, они сомневаются, не хотят заниматься саморазвитием. Я знаю, что они будут жалеть об этом в будущем, но сейчас не понимают этого. Как мне им помочь, чтобы они начали заниматься саморазвитием? Самый лучший способ станьте примером. Самому занимайтесь, самому работайте, самому развивайтесь. Когда люди начнут заметить ваши результаты, они сами будут меняться. Самый лучший способ повлиять на других людей, самому станьте тем, о чем вы говорите. Самый лучший способ повлиять на общество, самим станьте тем, о какой обществе вы мечтаете. Самый лучший способ, понимаете, покажите свой образ жизни, то, о чем вы говорите другим. Вот тогда быстро люди будут послушать вас, будут делать, вы будете повлиять на них очень сильно. Но если вы сами не являетесь, кем вы говорите, они не будут слышать вас. Поэтому покажите им своим достижением, своим результатом. Просто продолжайте мои рубрики послушать, книги прочитать и так далее, до тех пор, пока вы не достигаете определенного результата. Когда вы достигаете результаты, они сами начинают заинтересоваться. Они говорят, как ты это сделал? Тогда вы им скажете, что вот я читал эту книгу, посмотрел эту рубрику и так далее, и так далее. Тогда они вам будут очень-очень благодарны. Второй вопрос. Многие успешные люди дают советы молодым людям о брачном контракте. Говорят, что это обязательно. Что вы посоветуете нам? Как нам поступить в будущем? Ведь нас тоже ждет брак. Обязательный ли брачный контракт. Задаю этот вопрос с точки зрения и парней, и девочек. Ведь иногда женщины бизнес-леди, иногда мужчины бизнес-мене. Благодарю за ответ. Дорогой мой, такой необычный вопрос. Впервые мне про брачный контракт задавали вопрос. Арселан, дорогой, наверное, ты влюблен в какую-то умную, богатую девушку, наверное, мне кажется, что ты задаешь мне такой вопрос. Или я шучу? Дай Бог, дай Бог, дай Аллах, чтобы как бы, как бы ни было. Брачные контракты, они появились в Западе. Почему? Почему? Потому что в современном мире, в современном мире сейчас, в современном мире, в котором мы с вами живем, этот мир такой стал, что действительно иногда порой нужны эти брачные контракты в зависимости от того, с какими людьми вы создаете семью. Потому что иногда не поймешь. Иногда порой не поймешь людей. И к тому же, кто знает, через 3-5 лет иногда что будет. Поэтому, чтобы не получилось так, чтобы после развода не требовали половины вашего имущества, не требовали от вас половины вашего состояния и так далее, придется иногда это брачные контракты делать. Но я вам скажу так, где есть любви, этих вещей необходимости нет. Но мир приходит к тому, чтобы эти брачные контракты были. Эти брачные контракты в будущем становятся часть смены жизни. В будущем к этому придут люди. Потому что, когда в семье один человек постоянно работает, второй не смотрит, один человек свои обязательства выполняет, второй нет. когда иногда вот семья живет, меня удивляет, женщина сама работает, сама воспитывает детей, сама все делает. Конечно, ей тяжело становится потом разводы гарантированно. Или иногда бывает, что семья, которой муж все уделяет, а жена постоянно тратит, даже не думая и так далее. Наверное, со временем брачные контракты становятся част, неотъемлемой часть смены жизни будущих людей. Наверное, к этому придет мир. А если ты лично мое мнение спросишь, надо научиться любить, надо научиться любить. Когда ты любишь, ты не будешь думать о таких вещах, но все равно брачные контракты тоже необходимы станут. когда-нибудь к этому придет. Это будет в будущем. Поверьте, это так. Потому что люди хотят таким образом себя просто обезопасить. Вот почему они это делают. Почему они придумали его. Здравствуйте, Саймур Давлатов. Меня зовут Хамшат. Я из Нур-Султана. Мне почти 30 лет. Живу с родителями, не замужем. Себя чувствую счастливой. Потому что у нас у казахов есть такой менталитет, что девушка должна выйти замуж рано. А 30 лет это уже поздно. Хочется снять жилье и жить отдельно. Чувствую, что родителям я надоела. Я в депрессии. Скажите, пожалуйста, мне снять жилье и жить отдельно от родителей или продолжать жить с ними? Представьте, что у вас есть дочка и ей 30 лет и она еще не замужем. Она себя чувствует несчастливой. Каждый день видит у нее нету ни мужа, ни жилье. Вы бы хотели чтобы она отдельно от вас сняла жилье и жила. Жду совета от вас. Спасибо. Дорогая моя Камшат. Это естественный процесс нашей жизни. У многих людей так бывает. Но мужу в таких случаях обычно мужу найти для девушки если так посмотреть по нашим менталитетам по нашим по крайней мере нашей религии отец и муж то есть отец и старший брат мужу должны найти для дочерей отец и старший брат они должны искать. Это правда. Так происходит обычно. Обычно так. Так происходит обычно. А что касается то что отдельно жить от родителей и так далее если у вас есть работа если вы самостоятельная девушка если можете себя обеспечить так далее пожалуйста арендуйте квартиру отделитесь и живите сама одна. Это нормальное явление живите сама одна. Со временем ваша жизнь формируется это будет нормально. Родители хотят ваше счастье это естественно. Родители прекрасно понимают что дети выросли им нужно счастье они будут молиться за ваше счастье видите счастье Аллах дает руками не заберешь счастье детей твой удел риск и так далее эти вещи годы твоей жизни сколько лет будешь жить это все вещи Господь дает человек не могут забрать эти вещи поэтому молитесь мой совет к вам молитесь дорогая моя в 2013 году у меня было тренинги девушка которая 45 лет но она была детственницей и никогда мужчины даже не была она не была замужем и она консультировалась она сказала мне что она никогда не была с мужчиной до сих пор детственница она мне сказала как вы думаете у меня все кончено я сказал нет она сказала почему вы так думаете я сказал потому что счастье связано с молитвой молитесь просто потом показали что необходимо ей стать огонь необходимо стать как понимаете свеча которая не горит свеча вокруг него метелек не будут крутиться но когда она зажигается когда его зажигаете свечу когда она горит обязательно вокруг него начинается метелек горит если ты девушка если ты женщина у тебя должно быть вот это тепло чтобы мужчина стремилась видеть это огонек в твоих глазах твоих чувствах и так далее вам надо просто работать над собой повещать чуть-чуть уверенности на себя и все и молитесь за счастье молитесь искренне просить ее Аллах встреть мне мое счастье встреть мне того человека с которым я могу быть счастливым встреть мне того человека который меня понимает встреть мне того человека который я мечтаю и потом став цель до конца 2021 года выйти замуж напишите создать свое счастье напишите это на бумаге пишите иншелло до конца 2021 года я веду замуж и создам свою семью свое счастье напишите так на бумаге а потом пишите параметры мужчина который вам нужен его рост его образование не надо слишком идеализировать идеальных мужчин нету вы должны понимать что у идеальных мужчин есть идеальные недостатки я повторю у идеальных мужчин есть идеальные недостатки вы должны это понять хорошо дорогими поэтому ставьте цель напишите этого все его параметры какой вы хотите чтобы какой он был и так далее именно это произойдет когда вы это делаете и верить в этом сначала ведь отставьте это цель потом молитесь тогда аллах сделает так что вы встретите такого человека вот увидите так и будет но работайте над собой постоянно верьте в свое счастье верте своим идеалам верте что вы лучшая девушка верте что вы действительно умница чем больше вы себе понимаете человек является тем кем он себя читать если вы себе читаете некрасивая плохая несчастная неудачно и вашей жизни постоянно будут такое ваши мысли становятся фундаментом того кто ведет каждое утро настраивать себя на хороший жизнь скажите себе я сегодня выбираю быть счастливым сегодня выбираю быть лучше чем вечера сегодня выбираю быть более успешны чем вчера это работает сначала это искусственно когда вы каждый раз это делать это искусственно но со временем это происходит как как привычка и рано или поздно ваши мозга это воспринимает как естественно а потом вы начинаете заметить что вы каждый день это стало у вас естественный образ жизни постепенно постепенно это ваша сущность все начнется так дорогие друзья ставьте лайк комментарии пишите пожалуйста свое мнение своим опытом поделитесь пожалуйста если вам нравится то что рассказываю пожалуйста поделитесь своим друзьям своим знакомым и так далее пусть большее количество людей живут с счастливой смене счастья пусть большее количество людей будут иметь семья пусть большее количество людей будет счастливыми от этого наше общество станет лучше всего вам доброго